Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня», меня зовут Никита Васильев, и сегодня у нас в гостях, можно сказать, элита предпринимательского сообщества, не побоюсь этого громкого слова, предпринимательское сообщество региона и те, кто им, нашим предпринимателям, бизнесменам активно помогает. Сегодня вместе с координатором Центра мой бизнес Тверской области и предпринимателями мы будем говорить о действующих мерах поддержки, о том, как ими воспользоваться, а также подведем итоги премии «Бизнес-успех», которая проводилась в Тверской области впервые за долгое время, и вот победители, лауреаты этой премии были названы буквально недавно, в пятницу, вот буквально несколько дней назад. Представлю сегодняшних наших гостей, это Анастасия Свободина, генеральный директор венчурного фонда Тверской области и координатор проекта «Мой бизнес» Тверской области. Анастасия, здравствуйте, спасибо, что сегодня пришли к нам. Марина Леонович, основатель первой эфири семейной парикмахерской для людей с ограниченными возможностями здоровья и основатель благотворительного фонда Марина Леонович. Марина, добрый день, спасибо, что вы сегодня с нами, вы у нас, скажем так, частый гость на нашем телеканале, спасибо, что не забываете нас и время находите. Спасибо. И Василий Смирнов, руководитель компании «Инканто». Василий, добрый день, спасибо тоже сегодня, что пришли к нам на программу. День добрый, спасибо, что пригласили. Стараемся не забывать наших предпринимателей и всячески с ними, скажем так, коммуникацию поддерживать. Но первый вопрос, все-таки, Анастасия, наверное, к вам. Вы у нас в гостях еще не были, да, вы не так давно возглавили центр «Мой бизнес» Тверской области, поэтому предлагаю немножко познакомиться. Для начала расскажите, как так получилось, что вы теперь, да, вот, руководитель венчурного фонда Тверской области, центр «Мой бизнес» и чем занимались до этого, немножко о себе расскажите. Да, я больше пяти лет проработала в Министерстве экономического развития, вот, от специалиста до начальника отдела. И, в общем-то, моя деятельность в Министерстве, она также была связана с развитием предпринимательства. У нас был отдел, ну, есть отдел «Благоприятной бизнес-среды». Мы, в общем-то, курировали и курируем национальный проект по МСП, оказывали меры поддержки инвестиционной деятельности, разрабатывали нормативку, порядки по предоставлению субсидий. Вот, сейчас недавно были приняты порядок предоставления субсидий лесной промышленности. Вот, в общем-то, это была деятельность нашего отдела. Мы занимались пересмотром налогового законодательства, вводили льготы по СН, по патентам для предпринимателей, для действующих, для вновь созданных. В 2020 году, да, мы разрабатывали антикризисный план, когда вот случилась вся эта пандемия. И, в общем-то, все мероприятия, которые проходили вот в регионе, да, ну, разработкой большей части этого пакета занимался МинЭК и занимался, в частности, наш отдел. И вот не так давно, буквально месяц назад, я, да, стала руководителем венчурного фонда, чему несказанно рада. Заметили ли какое-нибудь отличие в работе, будучи как бы государственным служащим, да, можно так вас назвать, да, и тем, кто непосредственно уже, ну, на земле почти что, очень близки к тем, кто занимается бизнесом? Вот в том-то и дело, вот в том-то и дело, что, на самом деле, по опыту разница колоссальная. То есть, мы, конечно, старались, например, если мы разрабатывали какое-то налоговое законодательство, мы максимально старались, опять-таки, через Центр мой бизнес собрать предпринимателей. Например, в этом году пересматривался закон по патентам в связи с отменой ЕНВД. И мы, опять-таки, на площадке Центра мой бизнес собирали людей, кто уже на патенте, потому что были виды деятельности, по которым пересматривались налогоблагаемая база. И, в общем-то, говорили, ребят, ну вот скажите, вот если мы сделаем вот так и так, как бы это нормально, вас это устроит, что мы можем поменять? И по факту, когда мы разрабатываем какие-то новые порядки, мы непосредственно отрабатываем их с потенциальными получателями этих мер. Ну, бессмысленно, да, делать все вещи, которыми потом никто не воспользуется. Ну, просто пустоту. Абсолютно. И, например, сейчас Минэк разрабатывает порядок по предоставлению грантов по социальным предприятиям. Вот мы собирались с проектом порядка, это еще была далеко не сформирована не окончательная версия, и говорили, что вот смотрите, товарищи, у нас есть вот такие условия, вот такие критерии, вам нужно будет сделать это вот так, вот так, в такой-то срок. Что здесь можно усовершенствовать, что можно поменять, потому что это невозможно, например, будет представить. И в таком вот формате все это обговаривалось. Но все равно, когда ты непосредственно общаешься с предпринимателями, как вот в рамках деятельности центра «Мой бизнес», и когда ты смотришь на это несколько свысока, вот у тебя есть общая картина, но какой-то точной проблематики ты не видишь. То есть если есть общая какая-то проблема, мы понимаем, что да, вот это нужно решать на уровне области, вот это наша задача. Центр «Мой бизнес» решает более такие локальные задачи. Вот в этом главное отличие. Ну, на ваш взгляд, первый опыт работы, да не первый опыт, а первые недели работы, много задач для предпринимателей, для центра «Мой бизнес», работы с предпринимателями? Как бы оценили вот на первый взгляд, уже работая на земле, скажем так, предпринимательскую среду, предпринимательский климат, если можно так сказать, в нашем регионе? Знаете, я вот, например, привыкла ориентироваться на отзывы людей, не то, как я это вижу, потому что, опять-таки, я очень долгое время проработала на уровне области. И взгляд немножечко другой. Поэтому мы, например, абсолютно открыта площадка для каких-то комментариев, предложений, что, ребят, ну вот есть у вас меры поддержки, это все очень здорово, но нам, например, нужно другое, в другом объеме, на других условиях. Пожалуйста, мы готовы это рассмотреть. Ну и одно из первых мероприятий, да, который центр «Мой бизнес» уже под вашим руководством провел, стал площадкой для проведения, и это премия «Бизнес-успех». Мы знаем, что она впервые за долгое время, да, по-моему, в 2013 году. В 2013 году, да. Да, достаточно долго. С чем, во-первых, связан такой перерыв в вручении, да, и вообще, расскажите вообще, кого награждали-то, кого вручается она? У нас, значит, было 8 номинаций. Это премия федеральная, проводят ее совместно опоры России, общественное объединение, агентство стратегических инициатив, корпорации «МСП». Премия, формат премии — это вот их задумка. То есть у нас был в этот раз региональный этап федеральной премии. Значит, был отбор предпринимателей, уже действующих, которые просто рассказывали свои деятельности. То есть это не какие-то инвестиционные проекты новые. Это вполне себе работающие уже структуры, вполне себе работающий бизнес. Да, да. И они просто рассказывали про свою деятельность, чем они отличаются от конкурентов, как у них, значит, рождались вообще задумки изначально бизнеса. И мы потом отсматривали, конечно, все эти проекты, потому что в рамках конкурса каждый предприниматель должен был снять о себе какое-то такое мини-кино. Значит, это было видео о предприятии. Там кто-то, у кого-то был производственный процесс, у кого-то уже там акценты сделали на готовую продукцию. Было, кстати, очень много таких интересных проектов, о которых мы, в общем-то, даже не знали. Честно, я вот не знала, что у нас там в области ребята занимаются, ну, по мне, очень классными делами. Вот. И, значит, восемь номинаций. Это лучший экспортер, это лучший производственный проект, сельскохозяйственный проект, женский предприниматель, социальный проект, народный предприниматель. Да, и это было, в общем-то, значит, народный предприниматель выбирался путем голосования. Другие проекты оценивалось жюри, там, по бальной системе. В общем, вот, конечно, интересный такой формат, потому что вот мы на уровне области, например, такие конкурсы никогда не проводили, ну, вот свои какие-то, да, не федеральных разработок. Вот. И те, кто победил, и, в общем-то, те, кто принял, в принципе, участие, организаторы пригласили на федеральный этап, который будет в следующем году. И вот наши победители смогут в следующем году побороться за главные призы. Как бы оценили шансы тех, кто победил у нас на региональном уровне уже на федеральной повестке? Вы знаете, вот, к сожалению, мне сейчас сложно сказать, потому что непонятно, кто участвовал в других регионах. То есть, понятное дело, что, во-первых, не во всех регионах были те же самые номинации. То есть, у кого-то они могли исключаться. И вот, к сожалению, не могу сказать оценить. Ну что ж, посмотрим, я скажу, может, расскажу секрет, если кто не знал, что у нас сегодня в гостях как раз-таки те предприниматели и те люди, которые стали лауреатами премии «Бизнес-успех». Мы с ними поговорим, наверное, уже после небольшой паузы. У нас время первого блока нашего заканчивается. Мы прервемся ненадолго. Вернемся после рекламы. Не переключайтесь. Мы возвращаемся. Вы смотрите программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. Я напоминаю, что сегодня мы вместе с предпринимательским сообществом, представителями предпринимательской сферы и руководителем центра «Мой бизнес» Тверской области разговариваем о том, как вообще вести бизнес на территории Твери, Тверской области, какие существуют меры поддержки, и подводим итоги премии «Бизнес-успех», которая вот совсем недавно в Твери, впервые за долгое время у нас прошла. Анастасия нам сейчас подробно рассказала о том, какие номинации были представлены вообще, кто награждается. И сегодня я напомню, что у нас в гостях как раз те люди, которые стали лауреатами этой самой премии «Бизнес-успех». Ну вот, Марина, давайте, наверное, с вас начнем. Марина Леонович, основатель первой в Твери семейной прихмаркетской для людей с ограниченными возможностями. Вы победили в номинации «Женский бизнес». На ваш взгляд, за счет чего вам удалось победу одержать? Спасибо за вопрос. Ну, наверное, я немножечко сделаю отступление. Каждый лауреат номинировался в нескольких направлениях. То есть я номинировалась, насколько я знаю, в трех номинациях. Женский, да, и социальный. Женский, социальный и народный. Народный. Очень интересные проекты, очень интересные бизнесы. Очень хотелось бы многих подчеркнуть. На самом деле, очень достойные предприниматели, которые, надеюсь, в следующем году, да, мы им дадим возможность, чтобы выигрывали и обязательно другие. Такие конкурсы, они просто архи необходимы, потому что это не просто мотивация идти дальше и вперед. Вот это еще и помощь тем людям, которые только начинают свой бизнес. Это путь достаточно трудный, но он архи необходимый. И слава богу, что у нас появился центр «Мой бизнес», где все меры поддержки мы получаем. Потому что я стартовала, можно сказать, тоже с этого центра, начиная с получения блока информационного и познавательного. Образовательного мероприятия. Именно мы вступали там, получая знания. Ну, вы получили эту премию на этой неделе, несколько дней назад. Ну, вообще, мы знаем вас уже достаточно давно и знаем, что свой бизнес, социально ориентированный, в первую очередь, бизнес ведете вы тоже достаточно давно. Немножко расскажите, напомните, да, скажем так, кто не знает, чем занимаетесь. И недавно совсем у вас важное событие произошло, да? Вы открыли первый модернизированный офис. Поправьте, если в чем-то ошибаюсь. Совершенно верно. Ну, если вкратце, я волонтер с 20-летним стажем. Этой деятельностью я занимаюсь давно. Фокус внимания у меня – люди с ограниченными возможностями здоровья. Пять лет назад я открыла салон именно для этой целевой аудитории. Считаю это архиважным. И так как я человек с сферы бьюти-индустрии, сначала была статистика, соответственно, да, зачем ли людям, которые сидят дома, красота и ухоженность. И все в один голос говорят, мы такие же люди, как и все. Мы тоже хотим быть в социуме, мы не хотим быть выброшены за борт жизни, потому что обстоятельства у всех разные. И разные попадания в эту сферу, да, уже не социальную такую, скажем. Вот, поэтому все-таки был большой риск открытия такого салона. Начиналось все это достаточно трудно. Потом потихоньку-потихоньку из года в год мы раскручивали все это. И в результате совершенно недавно полная модернизация, благодаря компании «Вертикаль», это город Торжок, гендиректор Черепнов Алексей, который, и его команда, соответственно, потрясающие люди, тоже с огромным социальным опытом, помогли нам сделать полную техническую, современную модернизацию нашей организации. Открытие было уже именно с технической стороны, где были установлены поручни, тактильные плиты, индукционная петля и вывески Брайля. То есть полное уже техническое оснащение нашей организации. Да, на данный момент наша организация первая в Твери и Тверской области по статистике именно с такой модернизацией в бьюти-индустрии, что, соответственно, большой прорыв, потому что много могу об этом говорить на самом деле, но огромные трудности. Коляски к нам уже попадали все пять лет, приезжали и попадали. Люди, не видящие и слышащие, для них нет техники, соответственно, это огромное-огромное для них препятствие. Это надо приглашать волонтеров и людей, сопровождающих. Поэтому мы это сделали и, надеюсь, у нас уже начнется такое серьезное масштабирование в этом направлении. Вы стали победителем, лауреатом премии «Женский бизнес». Получается, как нам сейчас Анастасия сказала, вы будете представлять наш регион на федеральном уровне. Как вот оцениваете свои шансы? И если с точки зрения не женского бизнеса, а именно с точки зрения социально ориентированного, чем вы занимаетесь, где больше шансов, на ваш взгляд? Все-таки социальное направление. А конкурентов своих знаете? Ну или может не конкурентов, наверное, громкость? Да, может быть коллег. Конечно, коллег я своих знаю, это Московская область, и многих из них я тоже знаю, и не только Московская область, потому что я очень серьезно этим занимаюсь и очень серьезно отслеживаю, где что происходит. У нас, знаю, в Осетии тоже девушка после аварии открыла такую же парикмахерскую. Вот, поэтому я знаю, я не знаю, кто там конкретно будет, участники, но думаю, что шансы у нас очень великие, потому что наши предприниматели, это не просто серьезные люди, это команда. Это просто команда, которая сближает нас именно в центре мой бизнес, когда мы повышаем квалификацию, когда я доросла уже до наставника, до ментора, и это архиважно. Мы все коммуницируем друг между другом, что очень важно. Поэтому я считаю, что шансы у нашего региона огромные. А как бы вы оценили бы, вы занимаетесь социальным предпринимательством, в первую очередь, вы ориентированы на тех людей, которым нужно то, что вы делаете, это люди с ограниченными возможностями, у них, скажем так, непростая жизнь. Если сравнивать с другими регионами, насколько там вот этот вид предпринимательства развит, и насколько там бизнес вот настолько же социально ориентирован, как и здесь? Чем вы занимаетесь? Давайте, наверное, я отвечу так, что пока знаю только Калининград и Исааки, где, ну, просто безупречно все сделано. У нас тоже, мы очень большими, на самом деле, шагами идем по доступной среде. Мы прям работаем совместно с Центром Эксперт, да, Анастасией Савиной, с Андреем Увиком, это областная общественная организация «Кристалл», соответственно. И мы все вместе просто взаимодействуем. И наш город тоже стремительно... Не хватало именно экспертной вот такой прям политики серьезной, чтобы это у нас развивалось, ну, правильно. Оно у нас развивается, но где-то параметры неправильные. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы это все было правильно. Василий, вы у нас победили в номинации «Лучший экспортер». Да, вот если мы с Мариной, скажем так, да, так или иначе уже были знакомы, представляли, что она, чем она занимается, что она делает. Расскажите немножко о себе, что у вас за компания, ну и «Лучший экспортер». Что экспортируете? Я так Марию послушал, у нас вообще все просто. Делаем и экспортируем, да? Так. Мы производим детскую мебель, ну, это в основном мебель для новорожденных детей, кровати, комоды детские. Очень красивую мебель. И просто экспортируем. Да? Вот. Поэтому даже не знаю, чего прибавить. Ну, расскажите, куда экспортируете? Я знаю, что в числе рынков, потенциальных рынков, не потенциальных, уже вполне рабочих рынков, достаточно есть экзотические страны. Да. Ну, давайте вы телезрителям нашим скажете, куда же все-таки. Ну, я не буду перечислять, сейчас 16 стран у нас сейчас, да, куда мы экспортируем продукцию. Вообще экспортная деятельность началась действительно с центра «Мой бизнес». Случайно пришло какое-то предложение, божий промысел, я только так называю, да, поехать на бизнес-миссию в Армению. Я уже рассказывал на передачу. И за месяц до этого мероприятия, я думаю, ну, вроде в Россию так мы нормально обхватили, конкуренция серьезная на российском рынке, вот сейчас бы выйти на экспортный рынок. И раз в месяц проходит в Армению с этим, о, почему бы не в Армению. Через две недели мы уже в Армении, через три часа уже три контракта есть с армянским. Армяне молодцы, они подготовились очень здорово, пришли нужные люди, никого не лишили, все, все. Там через месяц уже экспортные контракты у нас есть с клиентами, да, с которыми работаем до сих пор, это уже, наверное, года три или четыре прошло. Вот. И уже благодаря центру «Мой бизнес» и модели, как мы съездили в Армению, то есть есть страны, такая как Грузия, пришлось самим ехать, заключать контракт. А вот, все, вот сейчас где-то 16 стран у нас... Ну, Василий никак не признается, я пытаюсь из него это вытянуть, не хочет. Но мы знаем, мы знаем, что вы в том числе экспортируете свою продукцию и в Дубай. Да, и в том числе в крупном достаточно, как это называть, да, торговом центре, там, или как, выставочный... Ну, он Афимол, да, он там вроде как бы самый крупный считается. Ваша продукция представлена тоже. Ну, вы знаете, как бы, это такой, на самом деле, не массовый вариант. Не большой процесс, скажем так. То есть мы значительно больше в Казахстан представляем, там больше востребованность. Грузия берет огромные. Тем не менее, не могу не спросить, вот насколько сложно Тверской компании, с какими, может быть, проблемами сталкиваетесь, или с препонами, препятствиями, перед тем, как выйти вот такие достаточно, для рядового, может быть, потребителя, рядового слушателя, телезрителя, рынок, как дубайский рынок? Без участия мой бизнес вообще нереально. Расскажите, как помогали. Нереально, да? То есть была не целевая выставка, участие в выставке, это выставка, была стройматериал. То есть к кровати там вообще никак к этому не относятся. И на самом деле выставка в Дубае прошла, ну, просто никак. Там не было клиентов, все клиенты приходили по строительству. Но была компания, которая нас встречала, помогала участвовать в этой выставке. Она просто на себя взяла ответственность доработать итоги этой выставки. Они отработали клиентов всех, и вот в результате контракта заключен. То есть только благодаря... А так это вообще совершенно другая страна, которой ты там не то что язык, ты даже менталитет их не понимаешь. У меня были клиенты из Казахстана, которые пытались наши кровати там продавать. У них ничего не получилось, потому что менталитет другой совершенно. А насколько сложно вести бизнес вот с представителями таких стран, действительно, которые культурно, религиозно, вы очень сильно в общем отвечаете? Очень сложно. Расскажите. Понимаете, там у них то, что касается... Ну, есть восточные страны, где самое главное – это торговля. Если ты не поторговался, не сделал скидку, то это вообще просто... Ты не уважаешь человека. Для тебя, когда человек просит скидку, как-то обидно для нас, европейцев. А для них, если ты не предоставил скидку, это вообще как бы что-то запредельное. Ты вообще его не уважаешь. Поэтому надо понимать, и в твоей цене должна быть уже скидка. Хотя этот человек наверняка понимает, что в его цене уже есть скидка. Заложено. Но ты ему предоставил, он счастливый, довольный, и любит тебя, уважает, и покупает у тебя с удовольствием твои товары. Чем ты скажешь, что все, у нас скидок нет, у нас самая дешевая цена, его это не очень интересно. С Таджикистаном такие были отношения, контракт заключенный. Для них, у них там вообще очень здорово развиты рыночные отношения. Это рынки и все. И для того, чтобы купить у нас большую партию товара, сам владелец оттуда прилетел, приехал на производство, приехал в шоурум, все это пощупал. Если бы у нас модели, если бы это не было в шоуруме собрано, он даже бы этого не купил. Для него важно было посмотреть, пощупать, спросить цену, спросить скидку. И тогда сказать, мне этих 200 штук. Вот это очень важно было. То есть, есть страны европеизированные, все посмотрели, нас устраивает, пожалуйста. Есть, которые такие очень интересные страны. Вы сказали, что с 16 странами экспортеры пристали. Это все бывший Советский Союз, кроме закрытой республики Туркмении. Плюс сейчас находится в начальной стадии, я думаю, что мы подпишем с Австрией контракт. Это страна, одна из стран Евросоюза, плюс Арабские Эмираты. И была недавно бизнес-миссия в Иране. Сейчас мы ее формируем, как мы с ними контракт заключим. То есть, есть заинтересованность, мы пока не понимаем, как будем с ними работать. Тоже очень интересная перспективная страна. Ну, вы бы как ответили на вопрос, я вот Марине его тоже задавал. Вы победили номинацию лучший экспортер за счет чего? Как вы думаете? Так получилось. Звезды выстроились, Владимир. Василий, наверное, скромничает, если я вот добавлю. Да, конечно. Мы видели его продукцию, это уникальная на самом деле продукция. Естественно, если бы не было такого спроса, если бы сами эти кроватки не были настолько комфортны и сделаны, ну, не тяп-ляп, наверное. Это очень красиво, на самом деле. У нас-то цель такая, знаете, была одна. То есть, есть европейские варианты, которые с кровати, да, очень элегантны, которые стоят очень дорого, которые наш покупатель... Ну, задача сделать такую же кровать, то есть, только доступную для наших жителей. Почему? Потому что сейчас на территории России реально сложилось то, что касается нашей отрасли, ну, самые лучшие условия для экспорта, да. У нас, наверное, сейчас самая дешевая рабочая сила по сравнению со всеми остальными странами. Сырье, хоть оно и растет два раза в месяц, пока тоже в уровне дерева, пока хватает, слава богу, в России. Модели, да, приходится посматривать там европейские какие-то аналоги, адаптировать их под наш ряд станков, под спрос наших мам, потому что менталитет у нас маленько другой. Кстати, очень интересный вариант, вот у нас в основном все кровати берут на качающих устройствах, которые мягко качают, эта кровать там маятник называется, да, то европейские страны даже не представляют, что это такое. Ну, не то, что не представляют, они, наверное, представляют, но у них никто этого не покупает. Вот стоит кровать, там ребенок спит и стоит, да. Стационарная, то есть, да. Стационарная, да. То есть, вот есть такие отличия определенные, поэтому... Анастасия, ну вот к вам вопрос. Мы пригласили только двух, да, победителей, лауреатов премии «Бизнес-успех», но как бы вы в целом оценили бы... Это не единственный далеко пример успешного бизнеса в функционирующем университете Турцовской области. Как бы вы оценили бы творческий, скажем так, да, порыв предпринимателей региона? Ну и мы знаем, что Центр Мой Бизнес всегда большую работу ведет по их поддержке. Вот расскажите об этом. Как вы сейчас помогаете предпринимателям? Знаете, у нас сейчас ведется такая активная работа. Помимо того, что, да, мы уже создали, уже того, что действует, вот это как раз социальное предпринимательство, потому что оно не так давно было выделено вообще как в отдельную категорию предпринимательства. И это самозанятые. Вот что касаемо социальных предприятий. Сейчас у нас фонд содействия кредитования сделал специальный продукт кредитный. Да, это такие существенные деньги до 5 миллионов под 1%. Также на инвестиционные цели. Министерство экономического развития сейчас практически уже на выходе порядок по предоставлению грантов. Это как раз тоже финансовая поддержка до 500 тысяч на развитие уже текущей деятельности. Какие-то прям такие вроде, конечно, суммы, но в принципе существенные. Это не возвратные деньги, да, то есть это не займы, которые нужно все равно будет отдавать, хоть и под 1%. Это вот просто безвозмездная такая финансовая помощь. Кроме того, для вот социальных предприятий у нас же действуют все те же самые меры поддержки, что у нас уже есть, да. То есть социальное предпринимательство в наших глазах не отличается ничем от другого. Просто у них есть определенная специфика, и вот эту специфику мы как раз поддержим дополнительными мерами поддержки. У нас вот будет в понедельник в 11 часов, опять-таки, для социальных предприятий, у нас будет такой тоже круглый стол, который будет проводить замминистра экономического развития. И как раз там может быть, либо те, кто заинтересован, опять-таки, в получении статуса социального предприятия, да, потому что это, конечно, процедура определенная. Статус присваивает Министерство экономического развития, то есть там есть комиссия, которая рассматривает организацию, есть законодательно закрепленные критерии, по которым, в общем-то, можно понять, социальная это направленность или не социальная. Вот, и для тех, кто, в общем-то, только думает получать, например, этот статус, либо уже для действующих социальных предприятий, вот как раз и будут разъясняться меры поддержки, которые есть, будут представители фонда содействия кредитования. И у нас уже было несколько таких столов там по другим спецификам, когда вот просто собираются и говорят, а если я вот так, то мне можно? И вот каждый просто со своей какой-то, ну, маленькой, да, такой спецификой задает вопросы. То есть мы достаточно часто проводим такие мероприятия, но вот в понедельник ближайшее у нас это будет по социальным предприятиям. И следующий блок — это вот самозанятые, да, это вот направление у нас прямо сейчас очень активно развивается, и вот учитывая, что этот режим налоговый был введен в область только в том году. Совсем недолго, да. Да, в середину того года. Опять-таки для них доступны некоторые меры поддержки. Это рекламная компания, софинансирование рекламной компании, выход на маркетплейсы. Точно так же для них есть займ фонда содействия кредитованию до 500 тысяч. То есть, в принципе, мы вот и новые категории, да, предпринимательства, и уже действующие, мы, в принципе, собирались, да, сделать так, чтобы на каждом этапе развития и для каждой категории предпринимательства была хоть какая-то мера поддержки. Отраслевая ли, да, либо, может быть, как опять-таки, софинансирование рекламных компаний, ну, и может воспользоваться кто угодно. Там социальное предпринимательство, ИП, не знаю, самозанятые, ну, вот любая категория. Поэтому вот из таких нововведений, да, это у нас сейчас самозанятые и социальные предприятия. Ну, вот из того вот большого такого перечня, который вы сейчас озвучили, что бы вы, может быть, для себя поопределили бы ключевым, ключевой мерой поддержки, да, а на что предприниматели больше всего реагируют, и что больше всего становится для них популярным? Знаете, мне кажется, не определить вот так вот какую-то, например, одну или две, потому что, вот опять-таки, для действующих предприятий, вот наподобие, да, Инканта, вот вам интересно, что тоже такое существенное, типа выставки. Конечно. Все остальное для них мелко. А для какого-то начинающего предпринимателя рекламная компания вообще за счастье, потому что вот как раз я вот только начинаю, обо мне никто ничего не знает, и, естественно, ни до какой выставки я еще не доросла. Поэтому тут невозможно определить какая-то вот прям вот ключевая, да, а какие-то такие второстепенные. Для таких крупных предприятий у нас, да, у нас есть сертификация, у нас есть выставки международные, межрегиональные, у нас опять-таки есть займы у фонда содействия кредитования, ну там опять-таки суммы, да, кто претендует уже на большее в производственной сфере, у нас есть фонд развития промышленности. Это все вот идет градация от размеров, масштабов деятельности. Ну и охвачены, как вы сказали, практически охвачены все категории. Да, и категории, и стадии развития от маленького до вот уже действующего, вполне себе крупного предприятия. И в том числе мы знаем, что у вас в центре мой бизнес есть образовательные программы, обучающие, да, для, начиная, для тех, кто вот как раз-таки вот хочет только начать свой бизнес. А вот не только. Так. Вот опять-таки. И для действующих тоже, да. Да, это мы собираем, структурируем на протяжении всего года, выстраиваем, да, наш график образовательных мероприятий. Исходя из тех запросов, которые мы получаем, да, у нас есть такое активное предпринимательское сообщество, которое у нас в чатах, в группах, в Инстаграме, очень активное. И кто-то там в комментариях даже может написать, что, ребят, а мы вообще-то хотим вот это. Не вот это, что вы нам сейчас предложили. То есть мы вполне себе корректируем образовательную программу под запрос. У нас вот 21 числа будет большая конференция по кадрам. То есть мы пригласили руководство HeadHunter, которое расскажет там и про анализ трудового рынка, и как удержать сотрудников, где их найти, как их замотивировать. То есть это будет большая такая полноценная конференция, посвящена именно вот сотрудникам. Поэтому, кто интересуется, да, приходите обязательно. Участие, как всегда, бесплатное, оно открыто для всех. Конечно, конечно. Мы еще раз напоминаем нашим телезрителям. На площадке Центра мой бизнес. У нас все образовательные мероприятия, они бесплатные. Поэтому, если у вас есть какой-то запрос, да, мы понимаем, что, опять-таки, это должно быть, ну, интересно, какому-то определенному хотя бы кругу лиц, не в единичном, да, таком формате, конечно, это не проводится. Для этого есть какие-то, может быть, персональные консультации и так далее. Если мы видим какой-то такой запрос массовый, конечно, мы ищем спикеров. Причем это спикеры чаще всего не тверские. Да, это федеральные спикеры. Вот даже на бизнес-успех у нас приезжал Глеб Архангельский. Ну, тоже далеко не региональный уровень спикера. Вот, поэтому, если у кого есть какие-то там запросы, пожалуйста, мы вот всегда открыты, мы готовы там скорректировать, найти, если у вас реально такая какая-то потребность. Вот, вы сформировали, да, потребность, вот нам нужно понимание в кадрах. Пожалуйста. И я знаю еще то, что достаточно много внимания уделяется такому институту, как наставничество, да, менторство. Марин, я, честно, Василий, не знаю, вот, что насчет вас. Вы являетесь ментором в центре компании? Нет. Нет, Марина точно является, я знаю. Марина, расскажите вот об этой работе немножко. Вы активно обучаете начинающих бизнесменов. Что, в первую очередь, вкладываете в свою работу как ментора? Наверное, в первую очередь мы начинаем всегда с рисков. Но образовательные программы настолько сильны. Вот сейчас наши менторы ждут стартап, когда начнется образовательная программа именно для них. Мы уже, в принципе, у нас очень сильная команда наставников, очень сильная. Тоже мы пошагово обучались, начиная с прубизнеса, заканчивая академией. Сейчас сформирован тот круг, который, ну, очень сильный. Очень много можно об этом говорить. Сейчас, если у нас наши ментики стартуют, то мы все вольемся в эту работу, потому что кто-то, я в социальной сфере, да, у меня есть такие девочки, которые стартанули, которых я поддержала, и они правильно открыли свой бизнес с наименьшими рисками и с наименьшим страхом. Потому что, когда человек идет только в бизнес, у него свое мировоззрение, как это надо сделать. А мы его поворачиваем в другой, его фокус направляем в другой, чтобы они не залазили не в такие серьезные и сильнейшие долги, допустим, да, как я, когда стартовала, залезла тогда, еще не взаимодействуя с мой бизнес. Вот, поэтому сейчас для них есть все с наименьшими рисками, с наименьшими потерями, с наибольшей поддержкой. И, ну, это очень здорово, когда мы все вместе взаимодействуем, и помощь идет очень большая. То есть стартапер прям может стартовать и не бояться, что у него не получится. На ваш взгляд, вообще, насколько важна вот такая работа в качестве наставника, в качестве ментора с молодыми, с начинающими? Мне кажется, что даже, ну, вопросы, понятно, что это архиважно, потому что человек, который имеет уже опыт, вот Василий в производстве опыт имеет, если человек, который только будет начинать, он ему подскажет, с чего начинать и на какие грабли не надо наступать, то, ну, и серьезная поддержка, которую идет финансирование, софинансирование. Я воспользовалась этой поддержкой в свое время, вот, по рекламе, по товарному знаку. Это огромная поддержка, это огромная, на самом деле, помощь и поддержка. Это даже, мне кажется, обсуждать не стоит, это архиважно. Василий, ну, вот, на ваш взгляд, с какими проблемами сейчас может столкнуться начинающий предприниматель? И как из них, как их решать? То есть на что, в первую очередь, нужно делать акцент, на что нужно обращать внимание, в первую очередь? Вы знаете, когда про проблему предприниматель спрашивают, ну, чтобы избежать их проблем вообще, да, избежать, ну, просто ничем не заниматься, да, у нас, да? Но я в центре мой бизнес на какой-то образовательном там был, в мероприятии там спикеры выступали, и твой круг общения больше все равно составляет такие же, как ты, люди по духу, по восприятию жизни, да, можно сказать, предприниматели. И тебе кажется, что таких людей очень много, да, ну, как оказалось, их всего 2%, да, людей, вот. И если взять, спросить, что такое предприниматель, да, вот меня спросили, что такое предприниматель, это первый человек, который готов взять на себя ответственность вообще за все, что ты делаешь, а второе, что-то делать, самое главное, потому что можно сколько хочешь теорию-то выслушивать, выходить в удушевленном с этих спикерских программ, и, кажется, я сейчас там горы сверну, но ты подходишь к реальности и начинаешь с нею сталкиваться, с этой реальностью. Очень здорово, когда есть наставники, да, когда человек тебе пошагово, даже при моем там среднем бизнесе, да, сейчас вот у меня вот второй месяц есть бизнес-консультант, да, который постоянно, постоянно меня толкает, 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 потому что как ты только остановился, застоялся, да, какое-то время, все, можно сказать, ты уже движешься назад. Надо постоянно, постоянно двигаться вперед. То есть, не знаю, вот, может быть, есть какие-то люди, которые там сформировали бизнес, все работают долгие годы. Мы таких не знаем. Да, мы таких не знаем, я особо в это не верю, потому что четко понимаю, что есть подъем бизнеса, потом, если он выравнивается, то это просто падение идет, да. То есть, человек, решивший заниматься предпринимательством, должен четко понимать, что им постоянно придется что-то делать. Слава богу, на Руси таких людей было много и осталось много, да, хоть 2%, но это большой процент людей, желающих еще что-то делать, на самом деле, да. И когда мы путешествуем там по Европе, по каким странам, я понимаю, что таких людей там уже такое минимум осталось, что люди говорят, зачем нам быть предпринимателем? Мы лучше пойдем на наемную работу, получим там свою зарплату, вот отработаем там столько-то часов и все. Нам этого не надо, да, у нас люди. А есть такие люди, как Марина, еще социальные предприниматели, для меня это вообще просто, то есть, наверное, да. Мы там, я пытаюсь в компании там организовываем, там, новогодние какие-то благотворительные акции, то я понимаю, насколько это сложно, да, быть постоянно социальным предпринимателем. Это, наверное, вот, ну, для меня это верх вообще. Вот желание перейти просто от бизнеса, там, от зарабатывания денег, да, стать помощником людям, да, там, тратить часть своих доходов именно на социальные какие-то проекты. Вот, это ответственность в разы. Как Марина говорит, там, архи-ответственность, действительно, да, потому что ты, там, кто-то с животными работает, кто-то с людьми работает, да, там, по-разному. Вот это вот, наверное, в предприниматель самое важное. Да, получается, отвечаешь не только за себя и за свой персонал, и за бизнес, и за тех людей, кто за тобой. Да, когда у тебя в команде, там, люди, у тебя за них ответственность, а еще, да, действительно, еще за тех, как говорится, на кого направлен весь проект. Поэтому людей, которые сейчас вот собираются начать все это делать, да, то есть... Но вы их точно не отговариваете, насколько я понимаю. Нет, конечно, как можно. Но призывайте быть готовым к трудностям и сложностям. Ну, я бы призывал не останавливаться. Потому что очень часто хочется все бросить и сказать, да, вот, все это. Но проходит немножко времени, ты отдохнешь и понимаешь, нет, надо идти вперед. Кто, если не ты, да? Потому что за тобой команда, за тобой люди, самое главное, с тобой рядом семья, и надо делать. Да и самое главное, ну, слово предприниматель все-таки такое, оно значимое, да. И если ты уж родился предпринимателем, то по-другому ты не сможешь. На самом деле, у меня был период, я от предпринимательства ушел к наемной работе, но больше полтора года меня не хватило. Поэтому, конечно, да. То есть, рожденный предприниматель должен быть предпринимателем, на самом деле. Марина, ну, и у вас тоже примерно то же самое хочу спросить. Что бы вы посоветовали молодым предпринимателям? И что, как с трудностями справляться, которые у всех, очевидно, есть. Тем более, сейчас время такое, с экономической точки зрения, не самое благоприятное, скажем так. Всегда есть неблагоприятные времена. Мне кажется, не было благоприятных. Нету такого, чтобы, да, полностью согласна с Василием, но у меня немножко другое направление, поэтому я чуть-чуть, когда мне говорят, вот я хочу с социальным направлением, я говорю, я не была 10 лет в отпуске, ты готова? Ты готова в отпуск не поехать и в субботу-воскресенье работать? Когда мне говорят, не готова, я говорю, тогда идем в бизнес. Давай чуть-чуть попозже вернемся к социальному направлению. Созреть надо. Да, это нужно созреть, и трудности они были, есть и будут. Но я считаю, что все-таки мы обрастаем коллегами, мы обрастаем знакомствами, мы обрастаем мерами поддержки. Когда увидели мой бизнес, что это не фальшь, что действительно это есть, что это системно, что это не просто акции, мне начали помогать. И начали помогать многое со всех сторон, и звонят, и администрация, и город, и мой бизнес, и предприниматели. То есть мы такие подняли сейчас архиважные социальные проекты, как конкурс «Красоты и стильные духом». Это для нашего региона вообще был первый, и он прям очень сильно значимый. И сейчас мы этих девушек всех поддерживаем и предоставляем им рабочие места на минуточку. Это архиважно. То есть среди наших моделей уже есть люди, которые официально трудоустроены. Ну, у меня, соответственно, что не странно. И еще мы уже девушек трудоустроили официально на работе. Поэтому это очень здорово. Анастасия, ну и вот так уже подводя, наверное, итоги нашего сегодняшнего общения, бизнес-премия «Успех» проведена. Большое количество помощи различной, в том числе денежной, информационной, и образовательной предпринимателям, начинающим и опытным региона оказано. Что дальше? Какие дальнейшие планы у центра «Мой бизнес» в Русской области? Знаете, из мероприятий у нас будет в ноябре большое мероприятие «Digital Days». Может быть, если помните, в 2019 году у нас было первое мероприятие. Тогда два дня, значит, длилось все мероприятие. И это, конечно, посвящено IT-технологиям, инновациям. То есть сейчас, конечно, наши все усилия будут направлены на организацию этого мероприятия. По каким-то мерам поддержки, опять-таки, мы открыты, если есть какой-то запрос. Потому что вот в нашем понимании, да, мы вроде бы уже закрыли с собой все направления, какие могли. Если есть какой-то запрос, к нам всегда можно обратиться, сказать, что, ну вот, да, вот нужно вот это. Пожалуйста, пожалуйста, вместо вот этого можно вот это. Мы, естественно, рассмотрим, мы, естественно, либо сами поможем, либо скажем, кто с этим может помочь. Потому что, опять-таки, не только мы эти мероподдержки оказываем. Да, у нас есть Минсела, у нас есть Минпром, у нас есть Минтуризма. И отраслевые мероподдержки могут получить и там. Просто мы, как единое окно, можем сориентировать. Если не мы, так мы подскажем, куда вам пойти. Поэтому здесь главное не бояться, не стесняться. И, в общем-то, мы абсолютно открыты. В общем, молодым предпринимателям, тем, кто уже давно в бизнесе, мы советуем не бояться, как, да, Анастасия говорит. Обращайте в центр «Мой бизнес» в Тверской области. Мы напомним, он работает на проспекте Победы. 14. 14, да. Наша программа, к сожалению, подходит к концу. Я напомню, что сегодня мы, ну, во-первых, мы знакомились с новым руководителем, да, центра «Мой бизнес» в Тверской области, Анастасия Свободина. Анастасия, спасибо большое, что сегодня к нам пришли. Спасибо, спасибо. Мы подводили сегодня итоги премии «Бизнес-успех». Мы желаем лауреатам от Тверской области, это не единственный лауреат, да, то есть еще есть в нем остальных номинациях. Мы желаем всем, кто стал лауреатом, в своей номинации «Успех» уже на федеральном уровне премии «Бизнес-успех». Вот, мы говорили о том, какие на сегодняшний день существуют меры поддержки для предпринимателей региона, о том, какие, может быть, будут в дальнейшем еще и так далее, и так далее. А я напомню, что сегодня вместе с нами были Анастасия Свободина, генеральный директор венчурного фонда Тверской области, координатор проекта «Мой бизнес» Тверской области, Марина Леонович, основатель первой в Твери семейной прихмахерской для людей с ограниченными возможностями здоровья, и основатель благотворительного фонда Марина Леонович, и Василий Смирнов, руководитель компании «Инкант». Я благодарю наших сегодняшних гостей за участие в программе. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. До свидания и удачи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова